У меня есть доказательства того, что ты глупая, никчемная, беспомощная существо. У меня есть доказательства того, что ты обманываешь, разводишь на деньги свой губушатник. Я убежден на 100%, что именно ты проплачена и делаешь это только исключительно за деньги. И состоявшаяся конченная личность. С тобой будет тоже отдельная тема. Просто готовь потом свою точку, потому что... А доказательства есть? Только этим и занимается. Хорошего она не замечает принципиально. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что именно Сурмейка это чисто проплаченная благересса, которая думает, что находясь в Беларуси, она может заниматься абсолютно чем угодно. Если лизоблюдством не занимаешься, плывешь против течения этой кодлы. Значит проплаченная, значит загадка. Татьяна Викторовна не будет заниматься хейтерами. Она не будет бросать работу и ехать куда-то там с кем-то выяснять отношения. Вы же понимаете. Влад не будет этим заниматься. У них есть свои задачи определенные. Другие тоже не будут этим заниматься. И этим никто не сможет заниматься, кроме меня. Я думаю, вывод очевиден. И выбор Олега Алексеевича в мою сторону тоже был очевиден. А тут вообще интересно. Мы согласовали с Олегом Алексеевичем. Этот вопрос полностью согласован. Я ему рассказал свое предложение, которое ему очень понравилось, скажем так. И для этого нужны деньги. Поэтому аудитория у меня немаленькая. Каждый человек, отдав 100 рублей или еще какую-то сумму, явно не обеднеет. Зубков согласовал план. Ему понравилось. Дал добро. А денег не дал. Почему за твои планы платят пенсионерки? Тебе не кажется, что Зубков, как мужчина, как человек, заинтересованное лицо, должен был оплатить тебе эту поездку? Или ты, ласковая теля? И Зубкова взял, потянул и с пенсионерка. Такие планы уже были оговорены с Зубковой. И тайганутые оплачивали поездки в питерский вельц Александра Федорова. Начало 2020 года. Делегация «Любови Лоскутовой», якобы борцуны с коррупцией, берут на абордаж приют РКЦ «Велес». Это ты, конченная личность, спившаяся. Чего не звонишь-то? Телефончик же есть. Не получается тогда дозвониться. А поговорить хочешь? А зачем? Я так понимаю, что с Зубковым вы договорились меня перекупить? Денег хотите предложить? Нет, ребятки, а я не продаюсь. В общем, мне некогда. Буду совмещать приятное с полезным. Идем гулять. А репа продолжает удивлять своим слабоумием, безграмотностью и непорядочностью. Все прошлой недели он в пьяном угаре хоронил живого человека. И даже на пару часов вскаканул в морг на опознание в Челябинск, при этом не собирая донатов на дорогу. Также полностью слил личную переписку с хейтером потерпевших Ступиным. Слил фото и аккаунт еще одного Ступина, якобы подразумевая, что это Денон Первого. Репа тугадун, он не умеет пользоваться информацией. Хапает поверхностно, абсолютно не анализируя ее. Слил в общий доступ и ошеломляющий скриншот Кости Самохвалова, подтверждающий преступные деяния Зубкова. Репа даже пояснил, о чем пишет Константин. А вы ненавидите русских? Здесь он говорит о том, что Олег Алексеевич поддерживает якобы нацистов. Калинка, калинка моя. Я живу в станице Калининская. Самая большая моя ошибка и самый мой большой просчет, что я ушел от бандеровцев, которых почему-то испугался. Вот. И пришел как бы к своим. Сергей Марченко и Зубкова сливает. Его нелицеприятные цели поездок в зону боевых действий. Телефон Аксенова, что Зубков что-то сказал про войну, не так, про военную операцию. Я даже не хочу этого озвучивать, но это правда страшно. Он меня просил телефон. У меня есть телефон, я ему не дала. Я дала другой там телефон. А потом говорил, Енарин Борисович, ну нельзя так, он вам помогает. Так нельзя, смотрите, через него столько помощи пошло. Да вот он такой, я ему голубей дал. Голубей где-то там погибли, он их где-то забыл. Здравствуйте, дорогие подписчики. Сергея, мастер Вереса. Сегодня для Сергея я делаю эксклюзивный интервью на злобу дня, на злобу военной операции, которая сегодня проводится, или войны. Как угодно назовите это безобрадие. Как угодно назовите это безобрадие. Как угодно назовите это безобрадие. Обезьянку меняю на подменную мою. Что Люська была подменена Алексагиной и она умерла. Паспорта удерживают насильно. Что Зубков незаконно удерживает людей на работе, забирая у них паспорта. Фото холодильников с черным рынком тигров, что якобы Зубков продает тигров на органы через черный рынок. Якобы. Калинка, Калинка моя. Очевидно же, что Самосвалова выставили из парка, и он стал, обидевшись, шантажировать. Скандальный пост быстренько потер. А Репа слил. Спасибо, Реп. Костя много сделал для Зубкова. Был тайганутым целых три года. Врал, разводил бабулек на бабки. А тут обидели. Все это и многое другое мы обсуждаем в телеграмме в группе «Брехливая тайгановская кубла». Но еще на фоне этого недельного запоя Репа успел вычислить главного рейдера Тайгана. Вернее, рейдериху. Ну или, как он там выразился, заказчицу. Слабоумие Репа я стала замечать давно. Но списывала на недалекость, невнимательность, лень. Ну, такой типок, хватающий по верхам. Вы знаете, он не в состоянии отсмотреть несколько роликов и определить время и даты съемок. В прямом эфире идентифицирующий себя как детектив и д-анонщик 88-го уровня упал и лицом в грязь. Вроде должна понимать, как работает это все. Но не может понять, что дата публикации видеоролика и дата записи видеоролика – это абсолютно могут быть разные даты. И я уверен, что... Так вот, включая эпизод из моего ролика, предварительно долго поучая меня о том, как надо работать, и о том, что вычислить дату съемок нереально, включает эпизод, где Алексагина заявляет про вчерашний день рождения Ясика. Что мы едем в зум? Боевых действий. Вчера пришли поздно детям сообщения о том, что нужна помощь животным. Олег Алексеевич, я бы уехал слава за поводение зрения. Семья собралась, хотели посидеть. Но пришли сообщения, просьбы о помощи срочные, там не требуют облаготеств. Я надеюсь, что мы успеем. И Олег Алексеевич не удалось ему побыть с семьей. Надеемся, что останутся в зоопарке сказка, будут с семьей. Так вот, по мнению этого Деанонщика, день рождения они могли отметить заранее, месяца за три или даже за три года. Я вот совсем недавно на своем YouTube-канале, наверное, месяц-полтора назад, опубликовал видеоролик, который был записан три года назад. Представляешь себе? В таком случае мы должны переносить не только день рождения Ясика по временной шкале, но и прорыв Каховской ГЭС. События, о которых говорит Сагина и Зубков в обоих роликах, плавают по времени. Вы понимаете, самое первое доказательство съемок – это железобетонное день рождения Ясика, о котором и говорит Олег Сагин. Там еще много аргументов, дабы не отвлекать, назову один. Олег Сагина должна успеть к неврологу с Маней к понедельнику 19 июня. Маня, вся в поэцензии, да, моя звездочка? Я надеюсь, что я успею приехать до понедельника, и нам не нужно будет перекладывать наше посещение дохтая. Как ты пытаешься донести аудитории, связать эти даты, если ты не знаешь дату записи видеоролика? Это твоя основная ошибка, разоблачительница. Учись, пока я жив. Мне тогда было некогда ответить этому слабоумному РАЗД-ананиматору. Я просто написала пост в сообществе. Бестовач. Бестовач. На этот пост Репа тоже, видимо, находясь в очередном запое, ответил в телеге. Я прошу отвезти детей от экрана и дамам закрыть уши. Потом касаемо этой пелагры нашей, которая там про олененка, про день рождения, косуленка. Слушай, идите-ка нахуй, вообще вот все, идите вы нахуй с этими, со всеми заморочками. Еще б я не выяснял, где там косуленок, где там олененок, где там какого цвета кал у львов. Кого покормили, кого не покормили. Мне это нахуй не нужно. Я занимаюсь темой гнединой. И меня не интересуют. Есть люди, которые специалисты в этом. Есть директор парка. Есть киперы, которые занимаются животными. Есть ветеринарные службы. И прочие службы, которые компетентны в этой области. Я не собираюсь в этом говне, в котором копаетесь вы, разбираться. И вы тоже являетесь таким же говном. Удачи. То есть детектив спрыгнул с заявленной деятельности следака и поисковика, да и просто адекватного анализирующего человеческого существа. Да и вовсе он заявил, что на животных ему глубоко наплевать. Только гнедины. Из достоверных источников природнабзора, сельхознабзора, также веднабзора Херсонской области сообщают, что они не знают, не слыхали о трагедии с олененком и его матерью. Я тоже не слыхал, прикинь. Я про олененка узнал из твоего видеоролика. А что не так? Если ты не понимаешь, как это работает, зачем лезешь? Сначала поинтересуйся ветеринарными правилами вывоза ввоза животного, больного животного. Но тебе слабоумному так и быть еще раз поясню. Если это не контрабаз, то у Зубкова должен был быть зеленый свет и договоренности с надзорными органами, которые почему-то оказались не в курсе. Я уже работал в управлении ветеринарией, у меня точно нету такого факта. Ну, слышал, где-то что-то озарили, что где-то вроде олененок спать. Ну, вообще информации такой нет. Александр Сергеевич, алло. Да, да. Это вот Александр, я сегодня звонил вам по поводу херсонской оленя, который на мине взорвался. Да, 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 я помню. Никто ничего не знает, если это про это выйдет, то пока никто ничего. Ну, может, это просто сказки чьи-то. Вполне возможно. Потому что, я говорю, вот этих косуль мы забрали, они были, про них все знают, а про это никто вообще не слышал. Никто ничего, вообще никто не слышал. Я говорю, там и там никто вообще ничего. Природа никто ничего не знает. Не, это самое, Минприроды не знает, я туда звонил тоже. Я же говорю, за что я узнал, вообще тишина. Вот все вам слышно. И, о ужас, спасенный и выхоженный питерским вересом косуленок изначально был олененком. Догонишь, как так случилось, Репа? Или тебе безразлично? На 99% уверен, что это тот самый олененок, ради которого и был сбор и Крючкова, и Аксенова, и телевидения, и прогул судебного заседания. Сану, я тебе скажу, что ты на серьезном карандаше на данный момент. У тебя впереди, тебя ждут колоссальные, очень колоссальные проблемы. За твой язык, за твои действия по отношению к судьям, которые избираются президентом Российской Федерации, назначаются президентом Российской Федерации. Догадум, кем ты меня только не пугал? Твои угрозы работают только на твою никчемную подписоту, такую же малограмотную, как и ты. Ты, Лопух, в курсе, что на председателя районного суда, на судью Чинова направлена жалоба? На судью Чинова потерпевшими направлена жалоба за нарушение их процессуальных прав. За нарушение их процессуальных прав. Но судья уходит в отпуск и решил не начинать это дело до... Заявил, что судья залит приготовлениями к своему отпуску и назначил другие даты. Однако что-то пошло не по плану и судебное заседание все-таки состоялось, на которое явился судья, на которое явилось обвинение и на которое явилась сторона потерпевшего. А сам Зубков заявил о признаках ОРВИ, который... Во-первых, Зубков не заявлял о признаках ОРВИ. Данная информация появилась на сайте суда, потому что на сайте суда не может опубликоваться как официальной причиной для переноса отпуск в суде. Поэтому было формально написано о болезни подсудимого. Это формальность, которую соблюдают для переноса. Ты послушай, что ты говоришь. По твоему мнению судья попросил Зубкова самого себя подставить из-за его отпуска. А чего он не договорился, чтобы приболели потерпевшие? Репа, ты пробка. Реально. Реальная. Зубков по сей день не предоставил больничный в суд. Эх, а поездка сорвалась. Она бы была оправдывающей причиной отсутствия. Устекаешь, полоумный. Зубков по сей день не предоставил больничный в суд. Понимаешь, это орган власти. Он не может болеть. Он не может уходить в отпуск. Это существо должно быть, я образно говорю, без эмоций, без чувств, без предвзятости какой-то. Это исполнительный орган власти. И он не может болеть, не уходить в отпуск и так далее. А подсудимые и могут. Как это судье нужно куда-то там отчалить, а подставляют Зубкова с его больничным? Ты представляешь, значит Зубков не болеет? Ну это вообще бред полный. Бред полный. Сурмейка. Это вполне нормальная, никакая не противозаконная практика, когда все стороны, всех сторон интересуются о дате судебного заседания. Если у кого-то не получается, хоть кто бы это был, то его перенесут. Да ненормально. Ненормально. Потому что при договоренностях отсутствовала сторона потерпевших. Их представители и сами потерпевшие. То есть договорились без них. Как-то так. Это нарушение процессуальных прав потерпевших. Непосредственно для удобства проведения процессов и взаимозаменяемости и недопущения. Ну, кто внимательно опять же смотрел этот видеоролик, помогли заметить флаг Беларуси. И тут уже любому было бы понятно. Ребят, смотрите не на первый план, а на второй план всегда. Где находится человек, что он говорит и соответствует ли картинка его словам. Внимательные люди заметили бы сразу, что не возле какого она судана в Беларуси находилась. Какой второй план? Ты же по первому не осилил. Это никакое не Симферополь, никакое не здание суда. Она, как обычно, как актрисулька, она просто разыграла эту сцену. Что якобы она там. Репа, ты лох. Лох. И подписота твоя такая же. Мои подписчики, ваши сторонники, мы переживаем за вас, за гнеденных. Волнуемся и переживаем, как у вас настроение, какие новости. Примите наши слова поддержки. Спасибо большое за поддержку. Да, действительно, сегодня должно состояться судебное заседание в Центральном районном суде города Симферополя. По первому плану я передаю привет потерпевшим. Как тебе в твою голову пришло про сценку? Туговато на ухо. Далее я подмечаю флаг, поворачиваюсь к нему и демонстративно демонстрирую его крупным планом. При монтаже дублирую, замедляю этот кусок. Не возникло у Бианонщика 88 уровня? Куда резко исчезла моя голова? Репа, ты отстой. Ты смешон, Репа. Актрисулька, именно в поисках поискать какое-нибудь говнище, опять же, зачем ты поехала? Только не говори, что за свой. Я знаю, сколько получают актрисульки. Сколько им платят за эти сценки? Во-первых, театр уже это такая вещь, которая крайне редко туда ходит, и там билеты не по 20-30 тысяч. Как на концерты Репса. Поэтому не надо мне рассказывать о том, что ты за свой счет собрала там и поехала. Тебе заплатили, чтобы ты поехала и искала говно там какое-то. Поездила по всем местам. Я убеждаю на 100%, что именно ты проплачена и делаешь это только исключительно за деньги. Не состоявшаяся, оконченная личность. С тобой будет тоже отдельная тема. Просто готовь потом свою почку. Что с моими двумя квартирами в Питере? Вероятно же, я их раздаю и имею с этого хорошие деньги. А что молчишь-то? А что молчишь? Да я наниматор хренов. Люди-то названивают мне по телефону. Кто на том проводе им отвечает? Почему ты не признаешься, что это брехня? Ты глупей, дурнее ступенок. По 100 крат. Существует никакого запрета на фотозоны нет и не было. Есть запрет на контакт с животными, с дикими животными. И то там есть определенные условия. И федора ссылается постоянно на некий закон. Но понимаете, в чем дело? Тебе не мешало бы прочитать 1937. Мут 63. Физический контакт посетителей с опасными животными любого возраста запрещен. Ты что несешь? Очень показательно, что вот это вот отребье, полоумное, безграмотное, представляет интересы Тайгана. Один уголовник пользуется услугами другого уголовника. Зубков вообще приветствует всю вот эту вот шушеру, которая собирает донаты. Ни на что. Ни на что. Ну вот воздух. Расследование. Какие-то расследования они проводят. Реба, я с тобой не борюсь. Я смеюсь над тобой. Потешаюсь над твоей глупостью и тупостью. Над твоей неумной аудиторией, которая с удовольствием кушает весь твой бред, принимая его за чистую монету. Я смеюсь над твоими бесполезными диагонами, несоответствующими действительности. Над твоими угрозами я смеюсь. Пишешь ты на меня доносы уже как год. Скоро будет. А вот и ныне так. Я смеюсь. Я смеюсь над твоим неприкрытым подхалимством и лицемерием. Ты по природе лакей. Лакей. Прислуживаешься, прогибаешься и нализываешь. И тебе не тошно. Ты существо бесчестия и мозга. Хватило тебя лишь на оболванивание, пенсионер. Ты продаешь им за донаты лживую информацию, мыльные расследования, хейт и комичные угрозы. Они раскусят тебя. Они раскусят твою состоявшуюся уголовную личность. Личность мошенника и лохотронщика. Дело времени. Реклама Реклама Субтитры сделал DimaTorzok